Здравствуйте! Продолжаем цикл онлайн-встреч «Рандеву с писателем». Сегодня у нас в гостях поэт, писатель, режиссер Вера Викторовна Арнгольд. Здравствуйте, Вера Викторовна! Рада вас видеть. Начинаем всегда с традиционного вопроса. Расскажите немного о себе. Вера Викторовна Житкова, уже творческий псевдоним Арнгольд, прижился ко мне. Родилась в Урске, мой любимый город. Город с большими сталинками, как я вот в этой книге написала, с такой крутой зимой, с большими широкими проспектами, с трамваями. В общем, город-город. Большие заводы, много трудящихся. Хорошо отмечали 7 ноября, 1 мая всегда. Ну и вообще очень город, ну рабочий класс, он всегда, в общем-то, положительно влияет на любой город. Люди с открытой душой, может где-то простосердечные, где-то наивные, но очень открытые, помощь друг другу оказывать, рады. Папа у меня работал на ЙОМЗе, был секретарем, был софпрофатом. А начинал с простого кузнеца. То есть вот я горжусь своим папой, который это как это, идеал американской мечты. Только это идеал советской мечты, то есть любой вот безотцовщина, папа на фронте погиб, да. А мой отец сделал вот такую карьеру, которая, в общем-то, и бы и не снилась многим людям. Это упорство тоже труд, и он тому же учил меня с мамой. Они очень царствия небесные, родители у меня просто прекрасные. Я в замечательной семье, вот когда разговариваешь с разными людьми, не всегда в семейной ситуации. Ну да, по-разному. Хорошая, а я вот любимое дитя, выросшее в любви, плюс еще бабушка, которая закончила Саратовскую консерваторию, которая учила меня играть на пианино, но я-то батон. Значит, я не то, чтобы я не смогла, но, значит, я ленилась, меня мало драли. А сейчас я жалею об этом, поэтому я всем родителям говорю, ну, если у ребенка есть какие-то способности к музыкальному образованию, слух отдайте. Это для души очень важно, для роста ее, как и книги. Вердик, а где вы учились? Училась в Уральском университете. До пятого класса я училась в восьмой школе города Уорска. После пятого класса папу вот сюда перевели на вышестоящую должность. Он здесь в облсов профи стал работать, областной сайт профсоюза. И нас перевели. Я, конечно, расстроилась, потому что Оренбург на то время представлял себя некую деревеньку. Вот особенно в центре, вот, и где вот рядом с Туркестанской, там кругом вот ее окружали, вот эти дома газовикам построили, а вокруг были деревянные домики, такие как деревни. Я думала, куда же я попала после своих проспектов и трамваев. Но ничего, вот, полюбила и школу 25, и одноклассников своих хороших, добрых. У нас очень хороший класс. Благодарна, да, школе, преподавателям, что моя любовь к литературе, она у меня вот с малых лет была. Потому что, да, я очень, ну, родители, бабушка особенно, приучили читать. Они мне не запрещали к взрослому шкафу подходить. То есть я вот где-то к пятому классу я уже много чего прочитала из большого шкафа. Особенно мне нравился Вадим Лермонтов. Там про любовь, я там рыдала, там. Ну, ребенка приучали к красоте. Я помню вот эту, вот такой вот у нас был Эрмитаж, альбом. Я каждое произведение художественное знала, знала, когда оно написано, кем написано. Мне это было очень близко, потому что, так как я ребенок, погруженный с детства в литературу, в музыку, в живопись, у меня, ну, как сказать, и немножко интроверт был. Много болела часто, и со сверстниками мне не приходилось общаться, и поэтому я выстроила свой мир. Я себе в дневнике записала три вещи. Значит, первое, хочу быть журналистом. Второе, хочу быть режиссером документальных фильмов. И третье, хочу быть археологом. То есть, такое целеполагание, вот, без всяких этих мастер-классов, как сейчас. А вот ребенок себе записал. Вот. И я все три пункта, главное, я удивилась, но я их все выполнила. Естественно, значит, журналист. 17 лет, ребенок вот такой, с такой семьи, типа орхидейной девочки, в чужой город. У нас не было тогда же факультета журналистики отправлять в Екатеринбург за тысячи километров. Ну, вот родители мои молодцы. Они, как сказали, ребенок вырос. Они видели мою, как бы, вот этот стержень, который они изложили, в силу, и они решили, что я справлюсь. Первый год мне было очень сложно. Мы вот с мамой за ручку туда приехали, сдали экзамены. Мама сказала, пока. И, значит, и я осталась одна. Я сменила пять квартир за один год. Я тратила страшное количество. Ну, родители прислали 100 рублей. Это зарплата неплохая была. Да, да, да. У меня перчатки купила, шляп, что-то какой-то подарок из яшмы. То есть, я не умела тратить деньги. Да, да. Я не умела хозяйничать. Ну, бабуля научила варить, но это же надо было варить каждый день. Есть чего-то варить. Да, есть чего-то. Когда ты растратил все на шляпу, и родители сказали, пардон Муа, дочь, учись это, хорошо учись, получай стипендию. Они сказали, давай со стипендии, чтобы было. Я старалась, чтобы была стипендия. Значит, это было 45 рублей. Оставшиеся где-то рублей 25 присылали родителям. Мне вообще хватало. На старшие курсы где-то после третьего мы с девчонками, с моими подругами мыли окна в институте. В общем, пытались зарабатывать, уже как-то сами подрабатывали вот так. Вот. Журналистика давалась мне непросто. Первый курс, я просто какой-то ужас. Я ничего не понимала и на всякий случай записывала все, чем мне говорили. Я вот так вот старалась быстро-быстро писать. Потом думаю, зачем я так быстро пишу? Надо просто внимательно слушать и брать главное. Я тогда успокоилась и стала конспектировать, как нормальные люди. И, в общем-то, да, нагрузка была серьезная, программа была очень серьезная, но шикарная. Это древнегреческая литература, средневековая, очень много литературы. Средневековая, современная, писатели-символисты. Русский язык, как следует. Значит, и много чего еще. Социология, там, где какие-то там зачатки финансов. Ну, много было, конечно, политики, там, какие-то там, особенно предметы. В каком году вышла искра, кто был редактором, там, и что-то. Вот. Вот это все запоминать было тяжело. Но это наша история. Да. Вот. Так что, и самое главное, чем мне нравилось, нас учили практики. То есть, это была не только теория, а после первого курса мы все были прикреплены, выезжали, значит, факультет договаривался насчет многотиражек. Были многотиражные газеты. Да, да, да. Заводы, фабрики, там, каждая какую-то газетенку. Сначала ты начинал с маленькой газетки. Вот такой в один листочек писал, там, там, Иван Иванович залез, там, на трубу, там, повесил, там, не знаю, железячку какую-то. То есть, там, теть Маша надоила, там, 100 килограмм молока. Молодец, теть Маша. Вот. Второй курс мы ехали в районные газеты. Районки – это уже следующий этап. То есть, газеты, как бы, скажем, серьезные, но попроще, чем областные. То есть, и причем тебе из каждой твоей, вот, это была творческая командировка, ты писал отчет, производственный дневник, вот прям был такой производственный дневник. Ты его заполнял каждый день, что-то писал, как собирал материал. Там, то есть, потом преподаватель все это изучал. Это настолько вот классно изучили. Вот. А вот третий курс – это областные газеты. Ну, а потом уже республиканские каналы. И за распределение все дрались. И, представляете, дрались. За Дальний Восток дрались. У нас туда вот, я не знаю, чуть не полкурса уехала. На Дальний Восток романтики, да? Да, романтики хотелось. Вот так. А как поэзия? Поэзия меня накрыла после того, как я распрощалась с журналистикой. С журналистикой, если еще вернуться, я работала очень честно. И старалась работать как следует, как папа с мамой учили, во всех газетах, которые меня, я попадала. Ну, первое, вот как бы я и думала, что я до пенсии не доработает газета «Южный Урал». Вот. Очень сложно было из нее уходить, потому что я там проработала почти, ну, 15 лет. Вот. Но потом я решила, что надо что-то менять. Меня вот так вот прям передали как драгоценность. К вам идет Вера Житкова в газету Оренбуржья. В газете Оренбуржья мне тоже очень нравилось работать. Там прекрасные редакторы были, очень много интересных заданий, командировки. Вот. И газеты ИК еще. Я была политэкономическим обзревателем. Я работала в пресс-службе городской администрации. Я работала в гламурной прессе. Я работала в церковной прессе. То есть я прошла все. Вот. И мне, я получила, конечно, гигантский опыт. И как редактор, то есть мне вот дай сейчас полосу и скажи, что вычеркнуть там. Я быстро, я быстро с этим справлюсь. Да, еще классно молодых журналистов закаляло. Тогда газеты набирали горячим способом, ленотипом. Это еще Южный Урал. И мне надо было дежурить, чтобы ошибки прочитать. Да, да, да. Один смешной случай тоже. Мои мужики, как я их называла. Ну, Южный Урал был практически мужской. Это классно. Потому что это мужская профессия, по идее. Они меня очень все жалели. И когда я оставалась дежурить, ну, как это, молодой солдат, все, ты дежуришь. Мы все пошли, у нас семьи. Вот, а я дежурю, у меня нет семьи. Вот. До четырех утра иногда. Вот, меня папа встречал. Иногда я утром шла, такая романтичная, по пустой улице. Вот. А, значит, вот такой случай. Был материал про... У нас Петр Мирон Чарбаков страшно любил материалы, популяризирующие какие-нибудь новомодные технические новинки для сельского хозяйства. И вот мне попался, я читала материал про какие-то селки или что-то такое там с какими-то такими интересными штуками. Короче, я не сильно разбиралась в сельском хозяйстве. В общем, мне мужики, уходя, так похлопали. Ты так, говорит, долго не сиди. Говорит, самое главное, чтобы название Слава КПСС, говорит, так было. Там фамилия редактора не перевернутая. Вот. А все остальное, говорит, ерунда. Ну, я, в общем-то, как сказать, их руководствую. И вроде прочитала, думаю, какая-то странная фотография, а фотография какая-то бледная, отпечатная. Что-то... Думаю, ну я не понимаю ничего в этих селках. Ну, она может так и выглядит. В итоге утром, мама дорогая, на летучке редактор открывает эту газету, такой крик. Что такая? Кто отежурил? Селка кверх ногами перевернута. Она похожа на доильный аппарат какой-то. Кошмар это же. А редакторой-то разбор был на ковре. Ну, значит, вот в доме напротив. Вот. Но меня тогда защитили и сказали, ну что вы хотите-то, девчонки, там, 20 лет, вы хотите, чтобы она разбиралась селкой, что ли? Вот, она ошибки и все нашла, там, все. Ну, приключений было много. Но я очень благодарна этому периоду, потому что, ну, у меня как бы родители, бабуля, они очень добрые люди были. И вот то, что надо помогать людям, они мне это вложили. И я все время работала в отделе социальных проблем. Через меня вот этот поток людского горя, негатива, каких-то там сломанных труб, крыш, там, отсутствие квартиры, пьяные, папа с мамой, еще что-то, рейды с милицией, наркоманы и прочее. Ооо. В общем, вот это все я каждый день, вот это все через себя. И при том, что у меня уже появилась своя семья, дети, а я вот в этом продолжала. И как это, все, дети некогда, мне надо писать статью, и я утром сдаю. В общем, мама всегда была как солдат на посту. И вот когда я распрощалась, я сказала, фу, господи, слава тебе, господи, я закончила этот период. Когда я мне говорю, Вера, может, ты еще поработаешь? Нет, нет, нет. Я, ну, как сказать, вот так сначала, вот так, а потом глубоко, так вздохнула, и у меня глаза открылись. Во мне спал поэт, во мне спал писатель. Вот это все, что я прочитала в детстве, что я прочитала в юности, что тревожило мою душу, что я любила. Все события, плюс наложившиеся характеры из всех вот этих журналистских даже эпизодов. У меня аж глаз-то подмечал все, компьютер откладывал. Это все начало вот в книги уходить. И самое вот интересное для меня самой, что все началось с поэзии. Да, что поэзия, я считаю, гораздо сложнее. Вещи-то, это, знаете, ну, это музыка. Вот, но раз бабуля меня учила музыки, вот, на ухо медведь мне вроде как не сильно наступил. Вот, поэтому я, конечно, сначала, и я это видела, как я пробую, вот эти все три мои сборника. Это вот человек начинает, папа-мама говорит, папа, вот. Это уже начинает читать, там, первый, скорый, а здесь он уже городской роман. Вот, то есть, вот уже появилось дыхание, самое главное, что было дыхание, как в пении, умение видеть какие-то вещи, вот, в простом, в простом, и ты не знаешь, что тебя зацепит, какая-то капля висящая на листке, пыль какая-то взметнувшаяся. Прошел человек, и что-то там, бом-бом-бом, а тебе вот это вот, ту-ту-ту-ту-ту, и вот он, ритм, пошел, пошел, особенно у меня хорошо в поездах, получается, в поезде он там идет какой-то, и сейчас вот какие-то поезда сделали, которые не стучат по рельсам. Да-да-да, кстати, да, мы об этом тоже говорили. Так пытаюсь услышать, меня вот это, мне так нравилось, вот этот вот ритм мне всегда хорошие стихи подсказывал, вот. Ну, я рада, что, я вот так, я себе не говорю, что я там хороший, плохой поэт, я прислушивалась, во-первых, классиком, да, почему мужчина в Орске сравнивал мои стихи с Ахматовой, потому что это мой идеал, да, Ахматова. Ахматовский сад 4 марта называется. Донна Анна, дом ваш пуст и темен, лишь в окне оплывшая свеча, сад молчит, деревья словно в коме, март летит с улыбкой палача, ночью небосвод подсвечен желтым, словно набеленное лицо, и гремит на стыках, льдисто, жестко, старое трамвайное кольцо, будто бы пытаясь обвенчаться, обвязать железом хрупкость рук, верный повод заявляться часто, все равно друзей нет и подруг, а она свое окно откроет, завернется в старенькую шаль, вечный сад старинного покроя, голосящий в югую февраль, Донна Анна, ваш портрет так грустен в арке на Литейном у ворот, где вороны праздничные гуси шагом отправляются в поход, по тропинкам выбеленным чисто, среди лавок крошек поискать, на груди старинная маниста, в нем ложится Анна ночью спать, не выходит из души и заноза, чемоданы собраны давно, и стихи, похожие на прозу, падают каменями на дно, голос все слышнее, небо тоньше, на фонтанке черным серебром лед покрыт водою, но не тонет кистеперый сероглазый сон, и молчать нет силы, туже, туже, свив кашне на горле ледяном, в проходные арки сквозь по лужам, убежать за кем, рыдать о ком, Донна Анна, жива ли? Жива, если есть стихи, любовь, слова. Ну, а последовательница Ахматовой в какой-то степени, но более современной и более, скажем так, широкий, вот такой молодой женщиной, такой, как будто даже степной, такой мазок художественный или вздох, это была Ахмадурина, вот, но, конечно, Пушкин, Александр Сергеевич, это вообще просто, меня восхищает, что человек думал и говорил, вот он говорил и говорил стихами, потому что у него это, как вот сейчас рэп, я вот думаю, Пушкин, я думаю, его бы заценил, почему? Потому что это тоже какая-то дневниковая речь, иногда, ну, сейчас нескладная, да, что-то, такие примерные рифмы, все, а у Пушкина-то рифмы, все блестящие, и они вот складывают волшебную картину, но я думаю, что Пушкину бы это понравилось, вот, ну, и, конечно, Михаил Юрьевич Лермонтов, ну, вот, очень люблю, любила Брюсова, вот, в детстве, я так вот с Томиком ходила, в классе надо мной смеялась, вот, что я такая с Брюсом, везде этого Брюса совала, вот, Блока, очень любила, ну, все романтики, такие романтики, да, и просто меня поразил, и унес вот так вот, в какие-то вообще, в свои волшебные миры, Арсений Тарковский, Арсений Тарковский, это для меня, вот, настольная, прям, книга, у меня даже на даче, есть балкон Тарковского, где я гуляю, там такой вот, прям, висит над берегом, такое место с тропинкой, и вот так цветы растут, там, ромашки, такие желтенькие, какие-то маленькие, а, пижма, и вот это вот, и вот там внизу, вот это вот, как в кинокартинах у его сына, течет вода, водоросли, и вот это вот, какой-то неспешный, там тишина всегда такая, и вот у меня это балкон Тарковского, я даже приходила туда, ну да, вот сумасшедшая, немножко кукла, вот с этим, с книжечкой Тарковского, я сидела и вслух читала, потому что мне казалось, ну как будто я вот разговариваю с автором, а однажды, осенью, я настолько, ну как бы вот, вдруг у меня созрела мысль, надо нести Тарковского в жизнь, я вдруг придумала такую экскурсию, про Арсения Тарковского, про его сына, кинематографиста, опять я нашла, вот когда идешь там, как насквозь, через поля, где вот сейчас дорогу большую строят, а там лыжная тропа у нас, у оренбуржцев, и вот там такой поляна, два каких-то выжженных дерева, по пояс вот такая какая-то золотистая трава, поваленное дерево, и вот мы пришли все, народ собрался на Тарковского, всем ужасно понравилось, я прочитала лекцию про Тарковского, мы по очереди читали его стихи, выходили, у людей вот какая-то создалась атмосфера, вот именно действительно диалога с поэтом, и все думали, ну а что, при чем здесь Оренбург, Тарковский, такого не было вообще, а потом мы пошли в продолжение, я сказала, я вам покажу мир Соляриса, и мы пошли на детскую железную дорогу, а там куча всяких заброшек, каких-то странных, какие-то вышки, там что-то, какой-то бункер, и вот эта железная дорога, и мы шли, да, и читали, и обсуждали вот эти стихи, и недавно я встретила девушку из этого похода, она говорит, я так скучаю по этому походу, потому что, да, это была невероятная вещь, невероятная, да. Веревик, а как появилась драматургия, режиссура, как вообще вы к этому пришли? Кино, вот, кино, кино я всегда любила очень, мама рассказывала, как она пошла со мной в кино, когда мне было года два, два или три, в общем, короче, она ужасна, ей так охота была молодой маме в кино, не все же вот с этим орущимым детем таскаться, и она думает, ну, на свой страх и риск, купила билет, значит, и шел, кстати, производственное кино, ткачей, и мама зашла со мной, посадила меня на первый или на второй ряд, и мы такие сидели, и мама говорит, я была поражена, ты просидела весь фильм, вот так открыв рот, смотря на экран, вот такие глаза, молча, и я, говорит, хоть посмотрела кино за долгие годы, вот, пока там в декретах была, вот, так меня, да, вот поразило кино, кино я вообще просто очень любила, и люблю до сих пор, вот, я считаю, что кино, это губка, он впитывает все искусства, это и поэзия, и проза, сценарий, и визуальное искусство, это художник, всегда в фильмах художник, да, вот, и костюмы, то есть это то, что человек шьет, и архитектура, в общем, это, ну, не перечесть просто кино, это вот, ну, самым важным для нас является кино, сказал Владимир Ильич Ленин, он не ошибался, вот, и поэтому, да, естественно, я захотела вот войти в этот мир, и что-то сделать свое, и когда я написала сценарий про поэта, вот, остров Цикад, я показала его Олегу Маслову, молодой режиссер, мы с ним познакомились, ему понравилось, а он, для него и для меня это был дебют, и мы вот два таких, сумасшедших решили, а что бы нам не снять, вот, да как начали снимать, вот, весь драмтеатр притащили к себе туда, в кино, вот, пол Оренбурга, нам держало фонари, там, какие-то подставки, микрофоны, там, участвовала в массовке, вот так мы сняли остров Цикады, и он, кстати, получил первое место в номинации инди-фильм в Испании, да, у Олега такая звезда на постаменте, да, ему прислали, вот, первое место, ну, инди-фильм, это независимый фильм, и киношники некоторые скажут, фи, вот, ну, пардон, у нас из Оренбурга, кто получил первое место, да, ну, мы на этом решили не останавливаться, и в Канны попали, вот, сюжет родился, это маленькое документальное кино, про наших танцующих бабушек, у меня настолько просто, опять сценарий, как бы мой документальный фильм, это особенный сценарий, то есть тут жизнь больше вмешивается в твое художественное повествование, вот, но вот эти жизнеутверждающие поколения, послевоенных, как дети войны, вот, которые пережили много, а может быть и воевали, и вот это вот жизнелюбие, красота души, и то, что они продолжают танцевать, и жить с радостью, вот это поразило весь мир, у нас объехал, он был на Мальте, он был в Испании, он был, значит, во Франции, в Африке, в общем, в этом, в Корее, в Корее перевели наш фильм, на эти субтитры сделали корейские, свой постер, то есть люди все, все с таким удовольствием смотрели на русских бабушек, мы были голубями мира, вот, реально, что русские люди вот такие, вот, где бабушка говорит, да что же вы все такие скучные, современные, мы вот не знаю, что пережили, а сейчас-то все есть, а вот, мы будем танцевать, там, до смерти, вот, смотрите на нас, вот, удивительные люди просто, это действительно железное поколение, которое, да, начинаешь оценивать, и вот этот фильм поразил, да, жюри Каннского фестиваля, они его включили в программу, вот, и нам с Олегом до сих пор приходит приглашение на Каннский фестиваль, мы можем поехать, правда, в качестве зрителя, да, жалко, что в качестве зрителя, а что-то снимете и поедете еще, да, ну, может быть, да, Вера Викторовна, ну, вот последний, я имею в виду, на данный момент последний ваш роман, это вот именно проза, да, мой парень, французский шпион, его называть роман, сейчас что-то, с, какие-то колбаса, с, с жанрами, вот, как же журналистики, исчезла там заметка очерк, там, корреспонденция, так сейчас все романы, романы, да, нет, я не имею в виду прозаическое произведение, я не вызову роману, скажу именно прозаическое произведение, да, то есть, да, это вот первая именно проза, если не считать сценариев, рассказы были в жизни, или сразу вот повесть? Были рассказы, я уже даже во время журналистики пробовала писать рассказы, меня тогда отругал писатель Краснов, что ему не понравилось, просто так, как Краснова предвещала, правильно, да, и он, значит, ну, как сказать, он хорошо отнесся к молодому, скажем так, творчеству, но написал, у вас плоские персонажи, вот это я запомнила, то есть, они, ну, как будто все какие-то одинаковые, а я потом, я долго думала, ну, как же так, мне кажется, что они не плоские, а потом я поняла свою ошибку, ну, да, во-первых, у тебя не хватило мастерства вложить в этот образ, то, чтобы этот персонаж был выпуклым, да, вот, или круглым, вот, или каким-то там, квадратным, вот, а во-вторых, я вдруг пришла к выводу, что он прав, он почвенник, да, вот, это Краснов, и он поколение, ну, через поколение от меня, вот, там совершенно другая проза, а сейчас вот, да, эти персонажи все плоские, они, ну, как одноразовая еда доширак, так и мы становимся, наверное, в какой-то степени плоскими, реально, и поэтому, я вот подумала, поэтому и персонажи такие получаются, мы все друг на друга начинаем быть похожими, как похожи наши города, как похожи там, я не знаю, что там, даже творчество иногда похоже, вот. Как возникла история именно про французского шпиона? Ну, это все тоже Канны повлияли, когда мы туда все-таки приехали с Олегом, нам удалось туда выехать на три дня, и мы туда приехали, и, конечно, окунулись, как вот я, в этой книге есть эпизоды, как мы были с Олегом во Франции, практически ничего не разглядели, только все так, а-а-а-а, вот. Но и то тогда я увидела, что во многом Франция очень похожа на нас, потому что, ну реально, туда такая волна, вот, белой миграции уехала, да, там все время наши жили, всю дорогу, там кладбище так полно, на кладбище, даже вот мой любимый контртенор, филипп же русский да вот он рассказывал как вот он же русский что за русские фамилии а у него кажется дедушку русский был белый мигрант переходил границу в революцию вас просили ваша фамилия он как я русский и вот так написали я русский от и фамилия же русский а вот он молодой красавец который поет и он через поколение уже весь француз уже не русский но помнит а дикаприо все красавцы все умницы во всем мире покопаться потереть это все русский а вот в этой книге получается что если немножко потереть оренбуржца то француз это этому очень удивляются читатели мне уже много отзывов пришло книга приключенческая книга интересная вчера вот была такая микропрезентация в кафе и я оставила ее там на зеркале и девочка который продает круассаны потом пишет своем инстаграме что она взяла ее и вот прям вчиталась аж 20 с лишним листов там забыла круассан то есть вот такая увлекательная но самое главное здесь очень много историй да и чтобы история была не скучной вот я против того чтобы если историю от нашего рассказывать скучно молодежь не будь слушать да и взрослые тоже они будут стоять зевать когда же это все кончится вот а надо так ее подавать как будто это живые люди встают и что-то про себя рассказывает вот у меня также в этой книге то что в оренбурге есть свой субэднес оренбургские французы это сенсация на весь мир да у нас потому что военнопленные французы 1712 года в следующем поколении уже обруссели и их дети стали их папа пришел сюда с войной и дети стали защищать оренбургские свою родину это уже их родина была и даже были наказны атаманы французы дезерей дамды вот и вообще оренбург чрезвычайно связан у нас тут звезда на звезде морис дрюон жозеф кэссель кастанье этот археолог загадочный кастанье про которого я пишу что и да конечно оренбург исключительно таинственный шпионский город потому что при всех наших губернаторах значит пока было военное губернаторство оренбург на границе с азией был форпостом и здесь было особое ну не агентство а при губернаторе всегда были люди так никому про это не рассказывали особо нигде не упоминалось вот эти люди вели разведку скажем так занимались внешней политикой вне рубежей наших и это были купцы и там владимир иванович дали я уверена и и домизон француз опять же и виткевич поляк все даже сынных привлекали вот идите поисправься поработай на россии вот то есть это шикарные вещи совершенно наша история оренбургская невероятная ну да и еще это фильм про фильма давайте не будет ли это потом фильмом недавно в москву приезжал человек из бродвее ему передали мою книгу может быть не знаю я бы хотела конечно потому что я ее писала тоже как кинематографист на потому что мне говорят что все эти герои они да вот они живые они встают перед глазами ты видишь эту картинку то есть у тебя маленькое кино вот но что касается еще вот этой книги мой парень французский шпион хотя название не немножко легкомысленная но она очень серьезная она про русскую душу про любовь к своей родине есть много размышлений о том а разности менталитетов тем не менее да в этой книге присутствует и любовь и любовь ну как куда без любви надо про францию про французов говорим и вот вчера я смотрела мединского который кстати шикарные лекции по культуре читает и он рассказывал про 1812 год и прямо как будто мою книгу прочитала дым подсунул прям теми же фразами как наши казаки входили в париж и как их там царь стращал говорил ведите себя хорошо мы не варвары мы завоеватели но победитель его как даже не завоевательная вот и мы должны себя вести достойно вот еще вчера вот прям уже на ночь глядя я прочитала михалкова нашего кинематографиста чьими работами я восхищаюсь очень восхищаюсь вот и в общем вот он упомянул художника ренуара в своем как бы постин и сказал ренуар сказал так время сарказмов миновало единственное что я могу принести на жестокий мир моя любовь и вот это вот моя любовь я ее принесла в этот жестокий мир и поэтому люди с таким удовольствием читают и даже на ночь и мужчины и женщины вот а еще до михалков сказал мы омерзительно безбожно потеряли волю к жизни вообще уважение ко всему к прошлому настоящему к самим себе а тут вдруг россия полнокровная и прекрасная вот да моя любимая россия все кто прочитал так не говорят вера патриот несмотря на красоты франции как я и тут описал она конечно изумительная на как игрушка вот и ей невозможно не любоваться и не восторгаться прекрасная литература живописи природой да и сами и там французы но тем не менее как мне мама говорила никогда я не была за границей дочка я тебе скажу одно россия лучше всех я могу повторить след за вашей мамой тоже не была никогда за границей россия лучше всех вера викторовна ну традиционный вопрос которым завершаем планы какие что-то пишете что-то будет чего нам ждать фильмов стихов прозы приободрившись успехом моей вот этой книги я начала еще одну книгу с нерусским названием если это была русско-французская туда будет русско-немецкая опять с историческими фактами из города оренбурга переплетаться с приключениями парень с фамилии берг николай берг и его жена кира которым досталось внезапно наследство от дяди альберта гер который был пластическим хирургом в германии значит умер и вот осталась такая маленькая захудалая гранал туристическая база ждем не очень да мне хочется писать но мне некогда потому что я очень занята на своей должности все российское общество охраны парниках это очень тоже очень отечество опять в опасности большая такая ваша жизнь тоже отдельная особенно отдельная особенная жизнь да да и очень очень важная для и для вообще для страны для нашего города особенно вот но спасибо огромное все равно мы ждем от вас ваших произведений ваших историй думаю что совсем не за горами презентации новой книги мы ждем спасибо